То, что сейчас происходит вот с этим вопросом про иноагентов, вы почитаете закон о снятии с выборов. Он, по-моему, называется... Господи, как же он называется? Вот из памяти вылетело. Ну, в общем, это связано с запретом овладения иностранными активами. Если вы его внимательно почитаете, то просто вы сразу потечете холодным потом. Там четко прописано, по сути дела, владение обычной валютой, долларами США. Это прообраз до запятой статьи 188 бабочки УК РСФСР. Ну, начать придется, к сожалению. К сожалению, это с любопытной темы. Пошла третья неделя снятия меня с выборов. Какая сегодня вишенка на торте? Вчера, значит, подаю апелляционную жалобу на решение городского суда, уже не Верховного, а городского суда, который должен снять меня с выборов уже с округа 197-го. Ну, все подал, чин по чину, вовремя. Звонок. Буквально вот-вот до программы 15 минут. Дмитрий Валерьевич, извещаем вас, это вас звонят из апелляционного суда, что рассмотрение вашего дела назначено на 1750. Я говорю, классно, говорю. То есть у нас надлежащее уведомление, это позвонить по телефону за, там, условно говоря, полтора-два часа до заседания суда, когда сказав, что мы вас, это же ваша апелляционная жалоба, девочка такая прямо настойчивая, говорю, а вас ничего там надлежащее уведомление никак не смущает, чтобы хотя бы, там, за сутки, там, нет, ничего, нет, все нормально, так что это сегодня интересно. Нет, адвокат, конечно, у меня напишет жалобу и, соответственно, ходатайство о переносе хотя бы на сутки ради приличия. Это так, я, конечно, понимаю, что, в общем, правосудия у нас в данном случае нет, просто тут периодически я слышу попискивания из разных публичных органов, где у нас чиновники начинают заседать и говорят, вот, Дмитрий Валерьевич, это же вы создаете такой информационный шум вокруг этого. Я, упаси Господь, ребятки, может, это вы что-то делаете не так? Ну, вы хоть какие-то минимальные процессуальные нормы. Я понимаю, почему вы торопитесь, потому что, вообще-то, вы должны были меня снять заранее, а сейчас у вас есть такая проблемка, что формально-то, поскольку как раз решение суда городского не вступило в законную силу, то вот как вычеркивать Потапенко из бюллетеня 197 округа, возникает вопрос, и надо торопиться, надо в дорогу нам торопиться, чтобы узнать, что я за птица. А почему? А потому, что трудно на свете, трудно на свете. Извините, не мог обойтись без этой ремарки, потому что людей волнует, люди спрашивают, как же так, говорят, всех остальных сняли без шума и пыли, а вас уже третью неделю пытаются. Я говорю, слушайте, они не знают собственных законов, не знают собственных правил и ничего не понимают. Ну, в фондовом рынке даже это просто молчи-грусть-молчи, пренебречь вальсирую. Сейчас я все-таки вернусь к экономике, я не очень люблю... То есть это моя гражданская позиция, заставлять чиновников отрабатывать уплаченные налоги, и поэтому никому из них не удастся сделать все быстро, безболезненно, тем более договориться, что давайте вы сами... Мы вас тут отсудим, а вы уж сами себя как-нибудь расстреляйте. Не ко мне. Что-то перепутали просто адресом или фамилией. Так, а вот теперь, собственно говоря, 10, 20, 15 тысяч, которые были розданы. Инфляция в России продолжает разгоняться. Вопреки прогнозам Минэкономразвития, который еще в начале июля объявлял об окончании инфляционного всплеска, Росстат продолжает штамповать рекордные цифры индекса потребительских цен. За неделю с 24 по 30 августа, напомню, это еще не сентябрь, он прибавил 9 сотых, увеличив рост с начала года до 4,5 процентов, до 4,6, если быть точным. В годовом выражении инфляция вышла на новый максимум с августа 16 года до 6,79. Это согласно оперативной оценкам Министерства экономического развития. Традиционная летняя дефляция, которая приносит свежий урожай дешевых овощей, в этом году оказалась вялой и непродолжительной. Лишь 5 недель цены снижались, после чего она снова пошла в рост. И по итогам августа инфляция оказалась положительной 0,16, против снижения цен на 0,15 годом ранее. За месяц овощи дешевели медленнее, чем год назад, ну, то бишь они, по сути дела, не дешевели. Так, на 30 август картофель стоил на 34,5 процента дороже, чем в конце декабря. Капуста на 91, морковь на 62, рост цен на говядину ускорился до 7,8, свинина стала дороже на 10,7% по сравнению с декабрем, курятина подорожала, ну, и далее по списку. Инфляционный взрыв на рынке стройматериалов поразил воображение всех. Древесно-струличные плиты и металлочерепица не остановились и дорожают изо дня в день. Цена на доски подскочила с начала года до 67, ну, 68%. Здесь очень много, в общем, цифр, и можно их дальше множить. Все это присутствует при активном участии нашего любимого Центробанка. Центробанк решил ужесточить денежную политику, и он, в общем-то, поднимает процентные ставки. Хочется сказать, каким образом удушение производственных предприятий, которым поднимаются, собственно говоря, ставки, позволит вам, дорогие властители ДУМ, погасить инфляцию? Не позволит. Наоборот, предприятия будут производить меньше, инвестиционные программы они срежут больше, соответственно, цена на товар по известному закону спроса и предложения будет расти быстрее. Помимо сокращения ассортиментного перечня, мы будем с вами получать увеличение затрат на все. Потому что вот весь этот перечень, который Росстат пока еще публикует, подчеркиваю, это вопрос времени, когда эти цифры начнут закрывать, потому что сейчас пока еще это возможно анализировать. Я думаю, что нам осталось максимум полгода-год до того момента, когда данные Росстата будут предоставляться исключительно либо по партийным спискам, либо, соответственно, вообще в закрытом режиме существовать для узкого круга специалистов, ну, которым, конечно, не будут допускать людей, упаси Господь, имеющие одну акцию Яндекс, если вдруг чего ко всему. Наблюдается ускорение инфляции, оценивает сезонное снижение цен на фрукты. Ну, какое оно там снижение, по-моему, оно ни о чем. Еще одна из новостей, которой я тоже, уже поступают, соответственно, вопросы. Белорусским госбанкам закрыли счета в Европу. Европейские банки начали массово закрывать для белорусских госов корреспондентские счета в долларах и в евро, без которых провести операции двух ключевых мировых валют невозможно. На прошлой неделе Корсчета, Беларусьбанка, Белинвестбанка и Белагропромбанк закрыли. Дойче Банк, ключевой банк-корреспондент для государственных кредитных организаций республики. Об этом сообщает издание «Наша Нива» с ссылкой на источники. Белагропромбанк, один из трех банков, попавших под санкции ЕС, лишился корреспондентских отношений не только с Дойче. Сейчас будет короткая, но, судя по всему, очень объективно нужная нам реклама. Не переключайтесь, а я продолжу комментировать новости. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дорожные карты по интеграции. Вы же понимаете, что Дорожные карты по интеграции, и если мы интегрируемся, то это становится нашей частью, это становится нашей проблемой. Вот, собственно говоря, вам и весь ответ. Пойду уже по вопросам, потому что их действительно много, и я бы не хотел бы углубляться в другие темы, которые я подготовил. Вот с конца начну. Василий Евдокимов. Здравствуйте. Смогут ли меня с честь иноагентам, если я получу возврат денег от Алиэкспресса за неполученный товар? Ну, это такой вопрос с толика иронии. На основании какого закона снимают, якобы снимают меня с выборов, и не снимают ту же Марию Бутину, или там не снимают других людей, у которых существенно больше, а не одна акция Яндекса, еще что-то. Вот, я могу сказать. Если вы прочитаете этот закон, вот я сегодня как раз был у нас круглый стол омбудсменов по защите прав предпринимателей, и там была, в основном присутствовали ребята из отрасли, связанные с красотой, с фитнесом, и они все возмущались существенно больше, чем я, как раз регуляторными историями. Хорошо, что это, знаете, не попадает, наверное, в публичное пространство, потому что их бы тоже, наверное, зачислили в какую-нибудь, упаси Господь, оппозицию или даже иноагенты. А я им сказал, вы знаете, я на самом деле нахожусь в какое-то странное ощущение, что вот Лесков в свое время сказал, что за 30 лет в России можно изменить все, за 300 лет ничего. Я могу сказать, что все существенно быстрее. Я на своей жизни, вот мне шестой десяток пошел, там 51 год, я четко могу сказать, за 5 лет в России можно изменить все, за 20 лет ничего. Потому что то, что сейчас происходит вот с этим вопросом про иноагентов, вы почитаете закон о снятии с выборов. Он, по-моему, называется, господи, как же он называется, вот из памяти вылетел. Ну, в общем, это связано с запретом о владении иностранными активами. Если вы его внимательно почитаете, то просто вы сразу потечете холодным потом. Там четко прописано, по сути дела, владение обычной валютой, долларами США, это прообраз вот до запятой статьи 188, ой, статьи 188 бабочки УКР СФСР. А то, что происходит, например, с той же отраслью спорта, это статья 219 УКР СФСР. Была такая статья, по которой ваш покорный слуга тоже чуть был, не получил по шапке. Это преподавание карате было. С карате я познакомился в 1982 году. А для того, чтобы уже как-то заниматься с учениками, ну, у меня не было тогда еще мастерской степени, но тем не менее, мы были вынуждены оформлять себя там в либо бумагу, что мы преподаем ушу, либо что мы преподаем китайские танцы. Представляете, я, где я и где китайские танцы. Было очень смешно. А первый дан свой я получил в 1993 году из рук японского мастера Танаката Кенори. А судейскую категорию я получил в 1995 году уже. Вот. И поэтому мы возвращаемся на круги свои. То есть никаких новых как-то новаций, инновелл с точки зрения законодательной и законоприменительной практики, как вы видите, нет. Поэтому пока нет. Спите спокойно, дорогой товарищ. Но вы знаете, что ЦБ сейчас издал указивку, что жестко контролировать и начинать мониторить все переводы свыше 100 тысяч рублей. Об этом я говорил чуть ранее. Что когда доберутся до физиков, до физиков доберутся с помощью, соответственно, инструмента комплайнс, обычного такого механического. Мы развили хорошие действительно сервисы. Наши программисты создали великолепные приложения. И вот сейчас просто вас будет анализировать, по сути дела, так называемый искусственный интеллект. Какой ответ будет наших сограждан? Ну, то есть если вы не хотите иметь дело с инспектором любого толка, любого департамента, старый добрый кэш и, безусловно, уход в иные цифровые активы. То есть наши власти перекладывают, на мой взгляд, больше всего усилий, чтобы мы стали вторым Сальвадором. Если кто не знает, Сальвадор, в общем, стал первой державой, в которой цифровые активы стали полуоплатежным средством. Поэтому, Василий, когда вы задаете вопрос про возврат от Алиэкспресса, нет, вы пока не становитесь иноагентом, вы не становитесь даже владельцем Алиэкспресса. И экселевская таблица, которую мне периодически разные приносит, они тоже не делают меня владельцем ничего. Эксельских таблиц я могу понарисовать еще получше, чем все остальные. Влад Пумага задает вопрос, зачем стране цифровой рубль? Тут ключевой вопрос, каков он будет, этот цифровой рубль? Потому что на сегодняшний день российская экономика очень сильно недофинансирована. И сам инструмент вообще цифровых валют или частных валют, он нормальный. Но я очень осторожно отношусь к этой самой идее по причине того, что слишком хорошо я знаю наших дуболомов. Потому что наши дуболомы, ну, любую идею могут извратить. Собственно говоря, как была извращена идея великолепных наших банковских приложений. Они стали служить не добру, а злу, которому я выше говорил. Поэтому цифровой рубль с точки зрения расчетов и ухода от слишком высокой прозрачности, это нормальный инструмент. Как он будет реализован? Ну, я думаю, что он будет реализован, как обычно. И с Тесла мы сделаем телегу. Фил задает вопрос, как вы считаете, подстегнет ли существенное увеличение денежной массы в связи с пандемией рост курса криптовалют? Приведут ли непривычно высокие инфляционные ожидания в тех же США к схожему эффекту? Ключевым в частных деньгах, которым относятся к крипто, я считаю, это вопрос веры и вопрос нужности в расчетах. Боюсь, что пока это вопрос не инфляции. Инфляция в фиатной схеме, она будет развиваться своим чередом. Здесь важен платежный баланс. Ключевой вопрос, чтобы все энтузиасты, которые связаны с миром криптовалют, миром частных денег, не использовали эти денежные средства или эти активы для накопления. Это как раз губительно для платежной системы. Вы должны этими ресурсами оплачивать. Чем больше вы включаете в оборот, тем больше вы развиваете рынок. Чем больше вы пытаетесь сделать кубышечку, накопить и чтобы заработать на каком-то росте, тем хуже вы делаете для самого инструмента так называемых криптовалют. Поэтому я бы сейчас был бы в этом аккуратен. Вы говорили о количестве банкротства и росте собираемости налогов. Я изучал кейс по судам. 90% это про вывод активов и кидание именно контрагентов, а не государства. Я что-то не понимаю. Насчет банкротства растут, да. А уж кто кого кидает между собой. Банкротства-то растут и будут расти. Государства вы не кинете ни при каких обстоятельствах. Первое, что с вас снимаются, это налоговые все задолженности в любом случае. Поэтому банкротства действительно растут. А собираемость налогов, ну, государство, я говорю, возьмет свое всегда. Будут ли, Дмитрий, здравствуйте, будут ли еще у вас совместные передачи с Александрой Боязитовой? Да, у меня было несколько передач с ней на ее YouTube-канале и на моем YouTube-канале. Я несколько раз, соответственно, Сашу тряс для того, чтобы возродить эту традицию. К сожалению, насколько я понимаю, там очень непростые отношения именно в части принадлежности, кому принадлежит все-таки канал, бренд и все остальное. Я всегда рад ее видеть в качестве партнера, коллеги, эксперта, потому что у нее есть доброе, светлое, вечное. Самое главное, у нее весьма недурное чувство юмора, в том числе по отношению к самой себе. Вот, поэтому я был бы рад, чтобы это вернулось. Я неоднократно ей писал, но вот как-то пока она, видно, погружена в решение каких-то базовых проблем. Как вы знаете, совсем у нее недавно умер кот Герман Грех, который является, по-моему, папой моей кошки, тоже моей Мэн Кунши, который периодически мелькает у меня в кадре. Такая рыжая морда. Вот он ее, он, по-моему, ее отец. Если мне не изменяет память, это можно Сашу расспросить, потому что, как вы знаете, она публично показывала, как я у ней забрал маленького котенка, который сейчас вырос в большую-большую Мэн Куншу. И это, конечно, это не кошка. Это рыжая тварь из рыжего леса, скажем так. Сергей Фадеев задает вопрос. По вашему мнению, сколько наберет РПСС? То, что я видел по рейтингам, она зашкаливает сейчас за 6%. Ну, там, 5,9, 5,8. Поэтому пока у меня официальные данные такие. Я, с вашего позволения, сейчас прервусь, потому что, как вы знаете, в это время приходят лучшие люди нашего городка. Это наши новостники, которые просто выращивают сердце, откладывают чуть-чуть частицу и закладывают в удобрение новостей, потом их отмывают и приносят их на блюдечки. Меня попросили просто привести те критерии по расчетам физических лиц, которые нам сейчас вменяют. Итак, ЦБ. Банк 6 сентября представил новые методические рекомендации для банков, которым поручил повысить внимание к операциям между физическими лицами. По мнению ЦБ, подозрительными станут счета и карты, в которых большое количество контрагентов физических лиц, более 10 в день или более 50 в месяц, большое количество безналичных операций с физлицами, более 30 в день, большие суммы операций между физлицами, более 100 тысяч в день, более 1 миллиона рублей в месяц. Отсутствуют платежи в адрес юридических лиц для обеспечения жизнедеятельности, оплаты коммуналки, услуг связи, иных товаров и работ. Сумма операций значительно меньше суммы остатков в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете на конец операционного дня не превышает 10% от среднедневного объема операций. Короткий промежуток времени 1 минута и менее между зачислениями денежных средств и списанием. В течение 12 часов и более одних суток проводятся операции по зачислению и списанию денежных средств. Совпадает идентификационная информация об устройстве, например, MAC-адрес, цифровой отпечаток устройства, который используется разными клиентами, физическими лицами. Так, наш ответ Чимберлену. Знаете, какой? Элементарно. У нас 6 миллионов гастарбайтеров. Приезжает, выезжает. Знаете, как фильм «Такси», когда багажник открывается, и там меняются водители. Вот попробуй, разбери. Вот, собственно говоря, если вы думаете, что этот бизнес не будет процветать в этих диаспорах, по получению карточек, расчетных счетов и переводов, людей, особенно которые покидают Российскую Федерацию, то вот это все, что вы написали, не имеет никакого значения. Напомню, практически все банки, в первую очередь Сбербанк, уже ввел в своих меню отдельные, соответственно, реквизиты с иностранными, а точнее языками, бывших стран республик, теперь уж бывших республик, нынешних стран бывшего СССР. Детский сад, штаны на лямках. Что вы собрались контролировать? Вы в шеи пытаетесь ловить? Ну, окей, хорошо. Вы подумаете, там огромное количество денег? Да нет. Если вы хотите реально развивать экономику, то надо снижать ставку, кредитовать, в первую очередь, предприятие, снижать расходы населения. Вот основа основ развития экономики. Ну, это если экономики, конечно, а не создание, продолжение цифрового ГУЛАГа. Дмитрий, как бы вы сейчас начинали свой бизнес с нуля? В 90-е было проще? Влад задает вопрос. Сложно сказать. Понимаете, с одной стороны проще, с другой стороны сложнее. Не было каких-то моделей, нельзя было воровать. Ну, воровать в хорошем смысле этого слова. То есть не было моделей откуда-то взять, взяться. И шли ощупью. Ну, вот мне, условно говоря, нравилась электроника. И практически все я и мои коллеги устанавливали декодеры. Вряд ли сейчас кому-то удастся это что-то объяснить. Устанавливали АОНы, делали АОНы. Это автоматический определитель номера. Устанавливали ленивки. Ну, то бишь, пульты к телевизорам. Потому что тогда не было этой всей истории. Проще это или сложнее? Ну, мы шли ощупью. Нельзя сказать, что мы зарабатывали. Это была такая действительно самозанятость. Плюс ко всему, мне там нравилась музыка. Я со времен еще школы, у меня была большая коллекция пластинок. И я занимался меновой тогда торговлей. Потому что это было даже не столько про деньги, сколько это обмен на интересующего исполнителя. При этом ты бегал за какими-то другими. Поэтому каждый занимался чем угодно. Потому что у меня не было какого-то направления. Мы искали свою какую-то нишу. Плюс ребята, которые были крепкие, спортсмены, посчитали, превратились в бандитов. Это были условные наши соседи. Но в этой части было мне немножко проще. Потому что я сам был спортсменом. Может быть, и не самым лучшим. И поэтому мне немножко было проще с ними разговаривать и объяснять, что не надо этого делать. Во всех смыслах этого слова. Поэтому сейчас проще модель взять. Но с другой стороны, то, что мы ошибочно называем государством, взяло абсолютно все те же набор тех же функций, которые демонстрируют тогда бандиты 90-х. Поэтому сложно сказать. Я бы сказал, что в 90-е было интереснее с точки зрения поиска мысли. Сейчас, наверное, стабильнее с точки зрения поиска ниш. Ну, это так, мне кажется. Так, вы говорили, что доллар будет расти до 78 рублей. Сейчас ситуация совершенно другая. Это все в преддверии выборов. Дмитрий задает вопрос. Да, я говорил о том, что доллар должен быть, будет в диапазоне 74-78. Сейчас он по другой причине. Доллар вообще при существующей цене на нефть должен быть вообще 63. Но его не сбрасывают, потому что это тут же обвалит вообще то, что мы называем ошибочным бюджетом. И выполнять любые обязательства, в том числе, включая псевдосоциальные выплаты, вот эти 10-15 тысяч, ведь немногие задумываются, откуда все это взято. Ведь мы в одной из программ, такой же прямой линии, я говорил, что сначала, вернее, господин Силуанов сказал, что нет, это не из бюджета, но потом мягко намекнули, он сказал, что уже это из бюджета. Поэтому сейчас дуется пузырек, и он будет дуться. Вопрос, как его будут спускать. Во всем мире есть пузырь, не обеспеченных трудом денег. Огромный пузырь. Я привозил этот пример, и буду приводить его дальше, что задолженность того же бюджета Канады выросла в 4 раза. То есть все политики отреагировали одинаково, всех стран. Они сделали локдаун, а теперь думают и залили все деньгами. Наши сделали локдаун, но не заливали деньгами. Но от этого хрен редьки не слаще. То есть люди у нас просто оголодали, но бюджет с одной стороны пухнет деньгами, реально пухнет деньгами, а обычному гражданину ничего не дается. Не дается именно по причине того, что это такая феодальная система распределения. Сколько бы у феодала не было денег, он вам их не отдаст при любом раскладе. Ну, до тех пор, пока он не почувствует собственную угрозу. Владислав Крамер задает вопрос. У российских предпринимают плохо с финансовой грамотностью. Почему они забивают на своих контрагентов, как только они сливают печать на номинала и не судятся? Так легко не платить? Тут вы задали очень многофакторный вопрос. Это не вопрос финансовой грамотности. Все сложнее. У нас не существует, по сути дела, такого института, как репутация. У нас не существует какой-то реальной ответственности перед контрагентами. И поэтому, когда печать сливается на номинал, то, в общем, после этого проще не платить. Плюс ко всему, даже если предположить, что нет никакого криминального вывода актива, а он, попросту говоря, был актив для создания следующего предприятия, то, попросту говоря, нет денег. Поэтому, Владислав, это не связано с каким-то какой-то злобой или отсутствием финансовой грамотности. Это как в фильме «Бумбер». Не мы такие, жизнь такая. Условия построены на выживание. Условия не построены на долгосрочные взаимоотношения. Поэтому нет никакого смысла слив, как вы пишете, печать на номинала дальше взаимодействовать с контрагентом. Кстати, так называемые госструктуры, если вы посмотрите, так называемые, многие, в общем, не выполняют контракты, и это на раз-два, потому что с госструктурой посудиться вообще невозможно. От слова совсем. Так, ДНС задает вопрос. Объясните попроще термин «индекс доверия толпы». Боюсь, я вам его не поясню, потому что сам не знаю, что такое индекс доверия толпы, к чему он относится. Простите, не всем владею, и если чем-то не владею, могу в этом признаться. Камертон задает вопрос. Если исчезнут данные Росстата, то как мировые рейтинги агентства будут определять экономический рейтинг России? Я же сказал, что, по моим оценкам, вот именно публичное предоставление данных Росстата для всех и вся в очень коротком промежутке времени исчезнет, или будет ограничено теми или иными правами доступа, или будут какие-то разделы, только останутся в публичности. Ну, с разделами очень сложно. Сейчас поясню, почему. Формирование бюджета и вообще данных Росстата там можно по косвенным, ну, грубо говоря, по кругам на воде можно вычислить точку падения камня. И поэтому данные Росстата либо надо закрывать полностью для внутреннего потребления и оставлять его как раз для рейтинговых агентств, либо уж, как говорится, не морочить никому голову. Ну, там есть тема подрисовки, но не всегда она работает. Камертон задает вопрос. Дмитрий, вы не доверяете премьер-министру, бывшему налоговику? Я? Да вы что? Михаил Мишустин я доверяю как себе. Даже могу доверить ему свой собственный автомобиль, если ему когда-то понадобится доехать из точки А в точку Б. И его заместителю, господину Егорову, прямо тепло и доверяю. Есть только маленькое но. А что значит про доверие? Меня интересуют конкретные результаты экономики. А конкретные результаты экономики пока что это построение обычной феодальной структуры, с помощью в том числе и цифровых инструментариев. Поэтому мне вот это не устраивает. И не должно устраивать вообще никого. Мы все-таки 1861 год не просто так проходили. Если у нас крепостное право, то давайте его тогда объявим, припишем и будем передавать в том числе госдумство по наследству, соответственно, сенаторство по наследству, все государственные должности по наследству, тендера по наследству, собственно говоря, как у нас сейчас и есть. Если вы устроили эту клановую иерархию и структуру, но только напомню, это сам Владимир Владимирович в свое время сказал только олигархам, что обычно внуки все спускают. Только это относится не только к условным олигархам, но это относится и к государственным служащим. Никакие внуки не дадут возможности существовать в системе управления. Это бюрократический, это феодальный. И внуки спустят все. Это относится фраза ко всем. Она не имеет разделения на финансовых условных воротил или на тех людей, которые обладают револьвером и, соответственно, кожанкой и кожаной кепкой. Хотя револьверы, кожаная кепка, это, однако, боюсь, из какой-то интересной иной области. Так, ну что, продолжаем. А продолжаем. Я вот хочу еще одну тему затронуть, потому что она мне очень-очень-очень-очень-очень мне понравилась. Это в России будут отключать все виды связи ради нужд силовиков во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного свойства. Это хорошо. Только осталось понять, когда и кто будет решать и принимать решение все-таки момент техногенного и природного свойства. Вот, например, когда происходит ураган. Нужно ли отключать в эту секунду или ограничивать средства связи? Мне кажется, что они, наоборот, должны наиболее сильно помогать нашим согражданам сориентироваться. Приоритетное использование любых сетей связи и средств связи, постановление, приостановление или ограничение их использования осуществляется в целях обеспечения проведения приоритетными пользователями неотложных мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, а также обеспечения деятельности в области государственного управления обороноспособности и безопасности государства, обеспечения правопорядка, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Вот так просто можно ввести цензуру даже на распространение той или иной информации во время чрезвычайной ситуации. Хорошо или это плохо? Решать вам. Следующая новость. Дума разрешила полиции отцеплять дома, вскрывать машины и стрелять при любой угрозе. Это прекрасно и удивительно. Будем надеяться, что это не пройдет нам даром. Извините за такую тавтологию. И еще одна новость. Сбер пока не видит признаков пузыря на рынке необеспеченного потребкредитования. Мы не видим никакого пузыря, ключевые метрики об этом во многом случае пока не свидетельствуют, сказал Герман Греф. В прошлую пятницу глава Банка России Эльвира Набиулина заявила, что регулятор не исключает принятие дополнительных мер для охлаждения рынка необеспеченного потребительского кредитования. А Герман Греф вот так. Вот, собственно говоря, на этом непростом пикировании мы с вами видим развитие экономики. Точнее, ее не развитие, а ее удушение. С одной стороны, у нас цены на недвижимость выросли, на мой взгляд, до запредельных вообще масштабов. И на одном из совещаний, которые проводили металлурги, я сказал представителям не металлургической отрасли, а представителям строительной отрасли, что меня как раз тревожит февраль следующего года. Как будет вводиться, каковы будут темпы ввода жилья, и не только жилья и промышленных объектов, я не очень понимаю. Потому что, на мой взгляд, мы уже достигли с вами потолка платежеспособного спроса. То есть, когда цены на все сырье и материалы стали запредельными, а вот спрос, к сожалению, не имеет денег на сегодняшний день. Этих денег нет у наших сограждан от слова совсем. И покупать квартиры за те деньги, которые сейчас объявлены за квадратный метр во всех городах. Ну, вот то, что будет просад спроса, по моим оценкам, это абсолютная норма. 15-20% это просад спроса. Упадут ли цены при этом? Цены не упадут. Потому что возвращаемся к главе ЦБ, которая замечательно повысила ставку. То есть, расплачиваться-то по кредитам надо будет. И поэтому мы никуда с вами не денемся. Будем продолжать смотреть, как квартира стоит дорого. Но меньше всего у нас будет шансов с вами купить сию квартиру. Так. Ну, вот, кстати, по поводу пузыря задают вопрос уже на фондовом рынке. Это как раз вопрос, связанный по поводу торгов на РТС. Вот сразу же я подцепил новость. На сегодняшний день российский рынок акций после продолжающейся меньше недели коррекции снова завел сырьевой мотор. Да, цены на сырье растут. На торгах в понедельник индекс РТС обновил 9-летний максимум. А индекс Мосбиржи закрылся на рекордном в истории уровне на фоне роста дорожающей нефти. Роста цен на промышленный металл и беспрецедентного взлета цен на газ в Европе. Знаете, что это? Это означает как раз то самое раздувание пузыря. Как будут спускать его европейские политики и наши политики, я, честно говоря, сейчас до конца спрогнозировать не могу. Могу сказать, что европейские политики, по моим оценкам, как раз будут в следующем году жертвовать именно фондовым рынком, потому что раздутый пузырь необеспеченных трудом денег, он должен быть как-то спускаться. Вылиться это, скорее всего, по просаде цен на все активы, которые есть и торгуются на внешних и внутренних рынках. С нашей биржей, точнее, с нашим небольшим фондовым рынком, который рынком-то особо-то и не является, я думаю, что будет происходить приблизительно та же самая ситуация, только она будет куда жестче. Мы, как обычно, объявим, что не виноватый я, он сам пришел, и это виноваты зарубежные как раз компании, которые сделали какой-нибудь очередной дефолт, но это будет не более чем ложь во благо. Ну, как им будет казаться, они будут поддерживать таким образом наших промышленников. Так, продолжу еще. Тут одна новость, которую тоже попросили подцепить. Сейчас, так, не все сразу у нас, все это не быстро открывается. Российскую экономику отрежут от иностранного ПО. Российские власти продолжают избавляться от этого. Правительство во вторник утвердило дорожную карту создания дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий, согласно которой в кратчайшие сроки нужно подготовить нормативные акты по переходу ключевых секторов на отечественный софт. Ну, что могу сказать? Все, конечно, классно. А отечественный софт как будет интегрироваться с зарубежным софтом? Как он будет интегрироваться с зарубежными серверами? Как он будет интегрироваться с зарубежными сервисами? Я, конечно, понимаю, что мы попытаемся, как обычно, создать свой аналог Гугла. Но у нас его нет и не было и не будет. Мы слишком небольшая держава, работающая в кириллической зоне. Как мы будем, соответственно, взаимодействовать с самым распространенным софтом, который Microsoft Office. Тоже слабо себе представляю, работать, как будут принтера, те же самые, на которых печатают те или иные справки, как будет работать тот самый любимый интернет, который у нас везде и вся тоже работает, тоже на зарубежном ПО. Поэтому нужно ли для маленькой региональной державы по оценке Барака Обамы создавать собственный софт? Ну, честно могу сказать, эта задача не совсем верная. На мой взгляд, если уж мы и говорим, то лучше создавать систему шифрования тех или иных данных, если вы боитесь за какие-то программные вкладки, которые могут передать туда в зарубеж что-нибудь неизвестное или, наоборот, известное из чиновничьих кабинетов. А вот создавать отдельно софт, ну, на мой взгляд, это все глупость. До декабря, согласно дорожной карте, должен быть разработан проект закона, запрещающий закупки иностранного софта и техники. Да. А также услуг по их поддержке в случае наличия российских аналогов. Откуда же возникнут эти самые российские аналоги здесь и сейчас? Ну что, с вашего позволения, вопросы я заберу с собой. Буду освещать все у себя на YouTube-канале и в других, и в Telegram-канале, которые обязательно подписывайтесь. С вами был курс Дядюшки По. Не переключайтесь. Продолжение следует...